Город открыт для диалога. Очередная встреча главы администрации Чебоксар с жителями столицы состоялась в ДК трактора строителей. Она длилась более двух с половиной часов. К юбилею столица Чувашии преображается. Это отметили многие, кто в этот вечер выходил к открытому микрофону. Хотя еще остаются пространства, которые жители хотели бы улучшить. В нашем сквере Овас я заметила, недавно разбили новую очень красивую клумбу. Ведь это место у нас место для наших мероприятий и наших районных праздников. Вот у меня такой вопрос. Народу сюда очень приходит много на эти мероприятия. Будет ли запланирован еще какой-то парк у нас в нашем микрорайоне для того, чтобы мы отдыхали? Проект за Котецкую школу, полностью лесной массив. 21 лета земли. Проект у нас прошла экспертизу. Кроме этого у нас еще проекты, которые есть для жителей Южного поселка, Оликовская лесть и также поселка Аркешево. Также еще небольшой проект у нас по реконструкции аллеи искусств. Разработан проект. Все зависит от нас в глазах, как будем голосовать в проекте открытый город. А у нас сегодня проектов на 500-600 миллионов рублей уже готовых они лежат, а выделяется только 140-150. То есть средств не хватает. Поэтому мы и проводим голосование, чтобы именно жители определили приоритетность реализации того или иного проекта. Впрочем, важен сам факт проявления инициативы. В электронном или бумажном деле это уже дело второе. Есть у нас детский сквер. Здесь гуляют мамочки с колясками. Но асфальтовое покрытие со временем пришло, наверное, не то чтобы в негодность, но стало очень плачевным. Появилось очень много больших глубоких трещин и выбоем. Дети падают, катаясь на самокатах, мориках. И хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем нам вот это асфальтовое покрытие в детском сквере все-таки заасфальтировали. И вот у меня есть письмо, подписанное жителями нашего микрорайона. Могу я его вам оставить? Да, конечно. Спасибо большое. 17 новых проектов по благоустройству будут вскоре вынесены на публичное обсуждение. Развитие общественных пространств, ремонт дворов, строительство школ, детских садов и дорог – это лишь часть вопросов интересующих горожан. Но все-таки хочется обратить ваше внимание на жителей микрорайона Дремяческий и все-таки провести коммуникации по домам с литерой А. Мы до сих пор в течение 5 лет не имеем газификации, не имеем канализации и так далее. Мы получаем 3 миллиарда рублей на модернизацию, ремонт, реконструкцию сетей, водоснабжение, водосведение и так далее. И одно из направлений – это строительство сетей в частных секторах или в индивидуальные частные дома. Поэтому просим вас, совместный угловой район, отработать. План пока не определен. Есть возможности поучаствовать, спроектировать, закрепить и реализовать в течение 3-4 лет. Можно даже на следующий год. Все будет зависеть от скорости. Надо и от совместной нашей работы. Спрашивали чебоксарца о размещении в нестационарных объектах, планах по строительству футбольных площадок. Предлагали открыть передвижные социально-культурные центры и музеи. Алексей Ладогов дал ряд срочных поручений, по которым уже сегодня его заместители ищут решение. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика. Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика.